То есть строго держать себя в отвращении от мира, в отчуждении от своих, во вменении ни во что благ земных и в блаженной покорности уставам нашей жизни, освободившись от мира прелести и похоти его, надлежит добре проходить пустыню жизни сей, быть благопокорливыми, послушливыми, терпеливыми, великодушными, любителями чистоты и заповедей Господних. Но отнюдь не ропотливыми, как древний тот народ, неупорными, не плотолюбивыми, не сластолюбивыми, не продерзыми, не противоречивыми против самого законодателя восстающими, превоспоминания о котлах египетских, от которых мы благодатью Божией отстали и отреклись. «Никто завистлив, никто оклеветлив, никто не родив, никто ленив, никто ни в чем не посрамляя нашего святого жительства. Но все-все усиленно старайтесь сделать одно угодное Богу, доскончав добрый-добрый наш подвиг. «Приимем, наконец, венец правды о Христе Иисусе Господе нашем». 97. «Буде вам двери смерти всем воспарить небесные и пренебесные области, туда, откуда отбежи болезнь, печаль и воздыхание. Так, надеюсь, я недостойный, что туда отойдете вы и там обрететесь, где есть всех веселящихся жилища, где лики радующихся и глаз празднующих, получив обетованное всем святым от века Христу благоугодившим, за доброе течение ваше, за достохвальное и блаженное житие ваше, за убежание от мира, за отчуждение от родства плотского, за оттечение своих хотений, за каждодневное в борьбе устояние и претерпение мученического послушания, в котором вы воистину исповедуете Господа и отрицаетесь начало злобного дьявола, преподая и отражая удары, носимые вам непрестанно, мысленно и чувственно, то от плоских похотей, то от наветов демонских, то от столкновений с братьями, то от укоров и выговоров со стороны экономов, начальников над мастерскими и распорядителями всякими другими послушаниями, и никогда ни в чем не нарушая обетов своих перед Господом, но дерзновенно и мужественно шествуя путем спасения, с посрамлением и обращением в пять выставляемых против вас демонских полчищ. Таков подвиг ваш, и вам можно с апостолом звать, кто отлучит нас от любви Божьей, скорбь ли или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или беда, или меч, как написано за тебя, нас умерщвляет каждый день, считаясь за овец, уготованных на заклание. Блаженны же вы и три блаженны, не забывайте, однако же, если до конца будете держать такой подвиг неизменно перед лицем Бога, так как каждодневно предлежит вам борение, хотя вместе с тем и каждодневные венцы. Первый предмет моих забот и молитв есть, да вы сохранены будете чистыми делателями, усердными и непреткновенными в святом и добродетельном жительстве вашем, так, чтобы никто не поскользнулся от наветов дьявольских, но все вы пребывали трезвенными и бодренными в делании достодолжных и досточтимых дел блаженного послушания. 98. Ибо когда это есть в надлежащем виде, а всем прочим нет мне печали, хотя и печались обычно, разумея, тесноту телесной жизни, как она доселе ведется, почитая, впрочем, тесноту эту, простором, бедность богатством, скудость довольством, при руководстве в этом надежды, дающей уверенность, что Господь не уморит голодом души праведных, и не оставит преподобных своих, каковы вы есть благодатью Христовую, высшим промышлением питаемые, напаяемые, покрываемые и согреваемые, не душевно только, но и телесно. И кто же может такое множество, состоящее большей части из бедных, никакого человеческого пособия не имеющих, пропитывать как следует и все потребное ему доставлять, если перс Божий не пособствует? Поднимите очи ваши и посмотрите, сколько нас вошло в царственных градствей, и между нами сколько старцев, немощных, больных, отроков и детей, и всех удавляет Господь потребами. Не дивно ли это? Не достойно ли ублажения ей, братья мои и чада? Однако и нам с вами не должно лежать на боку, но и со своей стороны привносить туда и пот в удовлетворение потреб братства. Ибо тогда и Бог преклоняется на милость, когда видит заповеди Его исполняемыми всем взаимно братством, и из невидимых источников посылает способы удовольства. Поэтому, моляя, молю и напоминаю, напоминаю, всякую, к какому делу не приставлен, да чтится все усиленно поработиться, поработать и мног плод принести, и духовно, и чувственно, так как тут одно из другого познается, и заботливый о телесном, таким же бывает в отношении к душевному, как напротив и бесплодный, душевно не родит и о внешнем. У нас все общее, не только плотское и чувственное, но и духовное и мысленное, и как добродетели и доброделания одних, общее бывает всем другим и обратно, так и труды, как можно сие видеть на примере тела, по указанию святого апостола Павла. Тело единое есть, и члены имеют многие. Все же члены из одного тела, хотя и много, но составляет единое тело. Если страдает один член, то страдает с ним и все члены. Если же прославляется один член, то с ним прославляются и все члены. И как в теле от головы до ног справа и слева чувствуется в каждом члене возбуждающаяся потребность и удовлетворение ее, так разумею в отношении к душе. Отец мой и ваш, первый член, я второй, потом по ряду, все до последнего, всеобще в день воздаяния будем иметь похвалу или укор. Ведая это, чадо мои, все будем тищи, все подвязаться будем. Всякий привноси в общее дело свою часть туда. И никто да не будет умален всем перед другими, в принадлежащем ему служении и мере силы. Но, конечно, вы ведаете, что никак мы определяем здесь степени, так определит их и Бог в день тот. Ибо иной есть суд Божий, иной человеческий. Может быть, он трехсотного поставит третьим или четвертым, десятого не взведет в середину, а последнего взведет на первое место. Всякого по его тщанию и добродетели. И хотя страшно сказать, но возможно, что иного он, может быть, совсем исключит из нашего состава и пошлет в ад. Конечно, такого, который и здесь был, иного духа, иного мудрования и настроения. Но дерзаю уверить вас, что никто из трудящихся у нас не трудится напрасно, ни пашущий не напрасно пашет, ни копающий гряды не напрасно копает, ни повар не напрасно поварствует, ни хлебопек не напрасно печет хлебы, ни келар не напрасно келарствует и прочее, и прочее. И эти, все меньше других, уединенно упражняющиеся в псалмопении и стихословии, не меньше сидящих в теле и за своим делом награждены будут, если не с меньшим усердием работает, и при том Господа ради. В какой мере кто отмеряет на братство своего труда и усердия, в такой и отмерится ему. Зная это, работающая внутри, не унисижайте трудящихся в ней, трудящихся в ней не унывайте, будто умаленные. Мера каждому труд и усердие. А у болящего какая мера? Скажет кто. Ибо он работать не может. Ему мера благодарение, безропотность и терпение. 99. Скажет иные. Какая польза от поучений, когда мы не приводим в дело того, что в них говорится? 99. Ибо часто слыша, что не должно смеяться, не справляемся в этом. 100. Часто получаемое, что не должно прознословить, все еще прознословим. 100. Часто получая внушение, что не должно завидовать ближнему, все еще одолеваем и бываем этой страстью. 100. Часто и приемлемо напоминание, что не должно небрежно и сонливо стоять на денных и ночных псалмопениях и молитвах, все еще блуждаем мыслями и дремлем на них, и словом, ни в чем почти не исправляемся. 100. Но говорящие так говорят несправедливо. Во-первых, быть не может, чтобы никто ни в чем не исправлялся, и невозможно, чтобы все во всем вдруг исправились. 100. Но ныне один, завтра другой начинает и продолжает свой труд над собою. 100. Во-вторых, как при восходе на лестницу нельзя вдруг шагнуть с первой ступени на последнюю, но, переступая по порядку с одной на другую, восходим наверх. 100. Так и в деле добродетели. Мало-помалу преуспевая, достигаем высоты ее. 100. В том же и другом катехизическое напоминание много полезно. 100. Возбуждая и поддерживая рвение к успешности, и предлагая способы и приемы к тому, и тем способствуя честным душам вашим, мало-помалу восходить от силы в силу и от земли к небесам. 100. И вот еще что можно сказать. 100. Путь к делам, благие к благим, худые к худым. 100. И я добре ведаю, что так есть, что говорить о лучшем образе жизни всегда располагает к лучшему, и свидетельствую вам, а вас же, чадо мои, что от чтения богодухновенных писаний, мало же нескольких от слушания моих смиренных поучений, вы все поднимаетесь и все простираетесь вперед. 100. Страстное пробуждается от усыплений, приступает к исправлению себя, а текущее добре воодушевляется к большему и большему преуспеянию. 100. Исповедуем в этом благодать Божию и не скрываем милости Его. 100. И вы посмотрите, у нас почти не бывает ссор, равно оклеветаний, осуждений, поношений, ослушаний, тайных ездений. 100. И если же и случается, что такое, так как носим поползновенную на худое плоть, то погрешающие тотчас сознаются, каются и справляются положенными эпитемиями, отлучением от трапезы, суховедением, стоянием и поклонами, смотря по тому, что пригожей к уврачеванию допущенной немощи. 101. Почему никто не говорит, что нет пользы от поучений? 101. И пользу получаем, и преуспеваем через них благодатью Христовую и содействием молитв Отца Моего и Вашего, и восходя, восходим добрыми восхождениями на гору добродетелей, будучи просвещаемы, освящаемы и обожаемы, что, впрочем, достигается с большим трудом и потом. 101. Прошу же вас и молю, пребудем в добром нашем произволении и благо настроении, всякое двоедушие отсечем, малодушие навсегда изгоним, воодушевим же себя благими надеждами и чаянием будущих воздаяний и вечных благ. 101. И это пока есть дыхание в ноздрях наших, дабы после настоящих прискорбностей и притрудностей сподобиться по смерти быть наследниками Царствия Небесного во Христе Иисусе Господе нашему. 101. Если б я чувственными очами смотрел на случающиеся с нами почти каждый день скорбные неприятности, то давно бы и не мог и другому отдал бразды настоятельства. 102. Но как при всем к Богу возревает смиренный ум мой ради коего и вы сюда призваны, и я предал себя вам, то не отказываюсь и не отчаиваюсь и готов все терпеть, укрепляем, будучи Христом Господом, по молитве Отца моего и вашего за вас, возлюбленных моих, и ради Господа моего и Владыки. 102. Ибо если он, создавший всяческое, благоволил ради меня в силу таинства воплощенного домостроительства, искушен быть и поруган, уничижен, осмеян, распят, прободен копием, погребен, 103. Почему мне не перенесть? Или лучше, чему нам с вами охотно не подвергнуться? Пусть находят скорби, тесноты, раны, лишения, смерти. 103. Что все это? При несомненной вере, что если добре будем воинствовать, если бодренно будем стоять и доблестно противостоять, то стяжем в воздаяние вечное благо. 104. Когда немощная плоть начнет изнемогать, напомним себе, что, поблажая ей, усокровиществуем себе гнев в день гнева и откровения праведного суда Божия, и воспрянем к воодушевленному мужеству. 105. О, где ныне древние те святые души! Как оскудело ныне воодушевлявшее их рвение! Радость для них и веселье была телесная скорбь, слава и величие, крайнее уничижение славам и величия. 10. Их исполняла пламенная любовь к Господу. Их не дало ненасытимое вожделение не того, чтобы исполнять волю свою, а того, чтобы отнюдь не исполнять ее. 11. Они искали не того, чтобы начальствовать, а чтобы быть под началом и в послушании до самой смерти, до самой старости. 12. Где блаженная та престарелая глава, смиренно простоявшая до окончания трапезы? 13. Где многоискушенный тот Маргарит послушания в продолжении тридцати лет? Где тот, где этот? 14. Ибо вот, как хор звезд предстоит уму моему, все то священное соборище святых, соборище просиявших всякого рода добродетелями. 15. Протечем мысленно святые их обители. Вот учреждение Великого Пахомия. Возрим там на преснопамятного Иону, на Петрония Преславного, на Феодора Священного. 16. Перейдем затем к обители Феодосия Великого. Посмотрим и там на Василия Пресноживущего, на Аэция Дивного, на того-то и того-то. 17. Отсюда перенесемся священное подвязалище Феоктиста Блаженного и Фиме Великого Савва Священного. 18. И сокращая слово скажу, пробежим мысленно все бывшее в древних, средних и последних обителях, как и сколько каждый из них подвязался добре совершить течение свое. 19. Подобным образом и мы должны шествовать, если хотим обрести жизнь и свет истины, все перенося, все терпя. 20. Ни едино ни в чем же дающее притекание до служения дела нашего беспорочно будет. 21. Над всем же сием восприимший щит веры, которым возможен угасить раскаленные стрелы лукавого, пребывая непобедимыми, радуясь и сорадуясь друг другу во благоволении, с гармонируем и будучи единым дыханием Духа, как единое тело Христово. 21. Хочу кратко напомянуть вам о подвижничестве, которому мы призваны, которым очищаем прежние греки свои, и из-за которого злостраждем каждодневно. 22. Ибо тесен воистину есть путь наш и прискорбен, по слову Господа. 23. Но как он имеет обетование жизни вечной, то будем радоваться и ревновать об успешном совершении его, доброй ревностью соревнуя друг другу, теча, как наристалище, и побеждая своего противника, да получим ли нет справды в день воздаяния. 24. Всего ради тяжелое да будет у нас почитаемо легким, неблагоприятным и благоприятным, прискорбным и радостным, сопровождаемое лишениями, выгодным, бесчестью, честью, поношение, похвалую, скудость в потребах, довольством, водопитие и винопитие, поздноястие, равнаястием. 25. В этом мученическая черта жизни нашей, и в этом утверждается отчаяние и надежда будущих благ. 26. Не будем, молю вас, плакать и малодушествовать, смотря на то, что жизнь наших печалит и томит сердце, но более взирая на то, что она сокровиществует нам сыноположение, царство небесное и блаженное бессмертие. 27. Ревно с ней, доемлемся ее и непрестанно дообновляемся в ней, прилагая труды к трудам, подвиги к подвигам, старания к стараниям, послушания к послушаниям, отсечения воли своей к отсечениям, молитвы к молитвам, бдения к бдениям, богомыслие к богомыслиям, слезы к слезам, любовь к любви. 28. Такова и талика жизнь наша, отличная от скоро приходящего и высшая его, странная некая и чуждая для мирская, мудрствующих, плоти управляемых и настоящей предпочитающих будущему. 29. Таковы вы, оставившие мир и то, что в мире родителей, братьев, чад и все житейское, и всегда готовыми, пребывающие по любви к Господу, бедствовать, страдать, быть поносимыми, мучимыми и умерщвляемыми. 30. Зато великая награда вам на небесах сокровиществуется. Из мира перенесетесь вы к Богу и временную жизнь оставляя, перейдете к жизни бесконечной, если до конца будете являть опыт и верного послушания. 102. Ублажаю вас, что вы вроде сем и внеете, ища и ищите Господа, бодрствуете над сердцами своими и веруете, что дух ваш с Богом есть, ублажая и за то, что жизнь свою проводите неподдельно и беспримесно, воистину отрекшись и неложно исторгшись из мира, и на самом деле являясь тем, чем называют вас. 103. Ибо истинно разъединились со всем, с единым Богом собребывая и Ему единому служа в прекрасном жительстве вашем. 104. Отсюда общежительность ваша, по которой ничто между вами не называется чьей-либо собственностью. 105. Отсюда невозвратное отчуждение ваше от родителей и родственников по плоти. 106. Отсюда неложная вера к моему смирению и является через откровение мне сокровенных сердечных валений ваших. 107. Отсюда у вас в тесноте простор, в бедности довольство, в лишении телесных потреб, утешение и веселье. 118. И что много говорить? Отсюда слава жизни вашей и то, что вы на языке у всех. 119. Нельзя вам говорю это, но для того напоминаю, чтобы вы пребывали твердыми и крепкими, и всячески заботились, как бы не упасть с такого возвышения, 129. И как бы не ослабнуть в добром решении произволения своего, отказываясь от послушнических борений или расстраиваясь развращенными софизмами и напиваниями людскими, внушающими с убеждением, что не и везде есть много боящихся Бога и служащих Ему еще лучше нас. 111. Таковы соблазны и для чего? Да и искусны и явны будут в вас. 121. И так, держась доброго решения воли своей, не неродить и любить Господа, являя то добрыми делами, и изыскивать благопотребное для спасения нашего. 122. Ибо многое не видно для нас, и мы падаем, не зная как, или даже не зная этого, как уверяет Давыдова слово, грехопадение, кто разумеет. 133. Хочу же, доведайте, что нет другого более действенного у вас спасения врачества, как откровения помыслов, что и сами вы испытываете. 144. Зачем же иные из вас, когда Господь подал вам дар этот, когда такое врачество у вас под руками, медлят приступать к исповеданию и откровению, и душат себя молчанием и увлекаясь, и как червями наполняясь неоткрываемыми помыслами? 155. Жалею о вас, кто бы вы ни были, и соболезную вашей немощи. 166. Зачем, когда присуще вам средство оздоровить, просветите и обвеселите, вы подвергаете себя противному? 177. Бог все видит, ибо нет твари, неявленной перед ним, и нет, все перед ним надо и объявлено перед очами его. 188. К тому же я должен ведать вас, почему имею нужду в откровенности чад моих, чтобы я познал их, а они меня. 199. И вот это-то и есть подлинное духовное родство, неподложное послушание, беспечальное шествование, сладкая молитва, непрерывное преуспеяние и восхождение к совершенству. 209. Добро слеза сокрушения, точащиеся из очей, добро чистая молитва ночная и дневная, добро терпения при скорбности, добро занятия рукодельем, добро бденное слушание чтений, добра нескорость на слова и беседы без смеха, 209. Добро мерное воздержание, добро памятования о смерти и житию святых посильное подражание, добро бегания страстной продерзости и блюдения божественного смиренно-мудрия, но добрее всего этого безжалостное к себе откровение и исповедание помыслов. Все испытывая хорошего, держитесь. 103. Слава Богу, избравшему нас от чрева матери нашей. 104. Священное звание это. 104. Благодарение Господу, призвавшему нас к блаженному и дивному образу жизни монашеской. 105. Нам, хотя и дерзновенно так сказать, но недалеко от истины. 105. Воистину дано разуметь тайны Царствия Небесного, боли тех, которые в мире, из которых многие види не видят, как дело есть. 10. Ибо посмотрите, какие у них суждения и стремления. 11. Они ублажают богатство и приходящую славу, радуются утехом и наслаждением, восхищаются мастями благовонными, одеждами мягкими, камнями драгоценными, жилищами красивыми, садами, рощами и всякими другими суетностями. 12. Смеются, пляшут, тучнеют, как готовимые на заклание животные и многое другое делают, о чем лучше не говорить. 13. Равно как и о том, какие отсюда порождаются последствия, недобрые, однако хвалимые ими. 14. Вот что они хвалят, чем хвалятся и чему радуются. 15. Но все это ничтожное и презрение достойно в очах тех, которые плоть свою распяли со страстями и похотями. 15. Каковы и вы есть в Господе Иисусе Христе по святому апостолу, распявшие плоть свою? 16. Другое у нас вожделение и к другим вещам расположение. 16. Мы ищем и домогаемся такого благобытия, которое было в раю сладости, откуда мы изгнаны. 17. Для чего и образ жизни восприемлем, близкий к первоначальному. 17. Удаляемся от мира прелестного и приходим к Богу. 18. Совлекаемся тьмой житейской и облекаемся во свет умный. 19. И от всего, отрекаясь, над всеми господами делаемся. 20. О, дивно великое звание! 21. Кто разлучил нас с плотью и кровью, с родителями, с родными, родиной, с обычаями житейскими, 21. Кто убедил нас в рабы себе предать игуменам себя и духовным отцам и восприять аскетический подвиг воздержания, бдения и спания на голой земле? 22. Кто просветил нас смотреть на вещи, не развлекаясь и не увлекаясь, и не почитать чем-либо великим золото, серебра, красоты, мирской помпы и даже самой царской диодимы и парфирного облачения? 23. А напротив, более досточестным и более великим почитать, облекаться в эти рубищные многозаплатные одежды, ими величать более блестящих ламит. 24. Кто дал нам силу убежать от всего вещественного и плотского и сочетаться с высшим порядком жизни, подобно ангелам через девство, пребывая чистыми и нерастленными? 25. Вот наше восхваление. Их Бог даровал нам, возлюбившим Его и вожделевшим будущих благ, света неприступного, славы вечной, радости неизреченной, веселья непристающего, наследия вечного, царства небесного, богатства неиспощимого и всех через ангелов и отцов неизреченных обетований. 26. Поскольку это так есть, то будем смотреть и внимать добре, как бы опять не обратиться на противоположное и впоследствии не оказаться позади живущих по-житейски. 27. Почему будем ощущать себя еще и еще, еще и еще утверждаться в девстве и попечемся умом и сердцем отнюдь не давать поблажки демону? 28. Слово словом называется, взор взором привлекается, нерадение нерадением благоприятствуется, и мало-помалу сродняясь и освояясь с этим, оказываемся мы в положении ночных воронов и порождаем греховную смерть. 29. Не так, чадо, не так, прошу и молю, блюдите себя друг от друга, ибо от ближнего жизни смерть, малое нерадение, небрежность, безохранность, ввергают в бездну греха. 30. Внимайте и смотрите, меньше и больше, передовые и последующие, начальствующие и начальствуемые. 31. Выше мы, ублажены были, здесь бесчествуемся. Выше представлены ангельски живущими, здесь сатане уподобляемся. 31. А некоим сказано, что лучше было бы ему не родиться. То же самое и об этом пригодно сказать, но довольно об этом. 32. И сказанное сказал я не за тем, что бы хотел опечалить вас, но чтоб пред уведомлением отвратить грядущий меч греха. 33. Моё дело и мой подвиг неутомимы в том, чтоб всегда простирать к вам слово, напоминать вам о достодолжном и утешать в терпении благой жизни вашей по Богу. 34. Ибо если пастыри бессловесного стада по необходимости подъемлют труд неспания и забот и блюдения вверенных им овец, 35. Изводя их на пажите и вводя по ним, то сколь больше надлежит нужда мне, грешному, недостойно получившему начальство над вами, овцами Христовыми, 35. Иметь неусыпным око душевное и возглашением слова, как некую свирелию, 36. Оглашать вас, указывая должное и полезное, и предостерегая от недолжного и пагубного. 37. Но когда на мне лежит такое требование, то и вам непозволительно кое-как относиться к слову моему, но внимательно слушаться пастырского гласа моего. 38. Овцы мои, — говорит Господь, — слушают голос мой и идут за мною. 39. За чужим же не идут, но бегут от него, ибо не знают чужого голоса. 40. Это и ко мне с вами приложимо. 41. Но зачем предложил я вам такое предисловие? 41. Наперед скажу, да не будет тяжело для вас слово это, что некоторые из вас устами чтут меня, сердце же и далеко отстоит от меня. 42. Теперь объясню, зачем. 42. Превзошла к нам теснота в телесных потребах по причине плохого урожая в предыдущие годы, 42. Равно как по причине наплыва лиц, посылаемых Богом из пучины мира в пристань обители нашего спасения, а также по причине прибавки странноприимниц и других приютов, так как мы находимся в этом царственном городе. 43. Я огласил об этом всех и, изъявляя глубокую скорбь и тяготящую меня заботу о способах удовлетворения потреб на текущий год, просил и умолял воодушевиться усердием на увеличение наших рукодельных произведений. 44. Больше чем положено у нас, напомянув при том, что нам, ищущим Царствие Небесное, всячески пристойно тещи путем тесным и прискорбным.